Всех приветствую, с вами снова я, и мне так лень сегодня что-то записывать. Но надо сегодня закончить этот чертов кошмар. Мы и так уже затянули на две недели практически. Поэтому пятый уровень, шоппинг улица, и мы начинаем. Это все еще не объясняет, почему уровень преступности резко вырос, да и после инцидента. Эрина, наблюдение за безопасностью мир демонов находится под контролем. Я должна разобраться в этом сама. А, возможно, истинная цель андроида Эрина была избавление от настоящей Эрины? Да, по-любому, какая еще может быть цель у фальшивой Эрины? Тем более, если потом они захотят избавиться от настоящего меня. Ладно, они пока об этом не знают, а спойлерить мы им не будем. Поэтому откуда-то так много людей. И опять эти чертовы андроиды. Посреди оживленной улицы толпа андроидов. Но это прям совсем не нормально. Где полиция, где охрана, где хоть кто-то? Лилит, я тебе скажу так. Хреново ты управляешь своим городом. Как ты еще пять лет продержалась на своем посте? Вообще непонятно. И ладно бы еще пять лет, так потом еще будет косяк. Прям такой серьезный косяк. Вы чего, ребят? Мы в какой-то ресторан, заходите к нам на обед. Привет, я из какого-то ресторана. Пригороде, заходи на обед. Пригород? Пригород, ты проделал весь этот путь, чтобы раздавать листовки? У меня нет выбора, если я не буду этого делать. Наш ресторан скоро закроется. У меня все еще гора листовок, чтобы раздать их. Не могли бы вы мне помочь раздать эти листовки? Я позабочусь о награде. Давай. Хорошо, я помогу немножко. Серьезно? Спасибо большое. Пожалуйста, раздайте листовки гулящим вокруг демонам. Могу дать несколько подсказок. Здоровяки, вон. Так, всегда заказывают по два блюда. Они помогут продажам. А в антипанке придут в ярость, если подойти к ним близко. Так что будь аккуратно. Цель на сегодня получить 20 клиентов. Пожалуйста, постарайся. Смысл? Какой смысл раздавать это все, если ты в будущем все равно погибнешь? И как бы ты проработаешь всего лишь пять лет? Ну, такое себе удовольствие. Конечно, ты об этом еще не знаешь. Распределить мы не можем. Ладно. Вообще, я не понимаю. Если к панкам не подходить близко, ну блин. Возьми просто листовку с комка и ее кинь в панка. Ему понравится, я гарантирую. Ладно, давай. Иди сюда. Стой. Короче. К панкам не подходим. А остальным просто раскидываем из длика. А, ты тоже панк? Ладно. Девка панк. Бывает. Дойдите вы в пель. Так, панк, девка. Панк, уйди к черту. Ты видишь, я занят. Я работаю в отличие от тебя, скотина. Да, уйди, 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 уйди. Стой. Держи. На кого я нарвался? Их мидов. Сколько там времени? Еще. Все, готово. Все, друзья. Наслаждайтесь. Приходите в наш рестик. Хавайте от пуза. Да, хорошо. Столик в 4. В 2 часа дня. До встречи. Спасибо. Это первое планирование. Столик. За несколько недель. Спасибо. Это все благодаря твоему отличному маркетингу. Да и не за что, друг. Я вообще ничего не сделал. Завлядываю в наш рестик. Я угощаю. Можешь ждать в предвкушении наша кандербийская паста. Просто сказка. Да, буду ждать с нетерпением. Ну, я, пожалуй, пойду. Удачи, друг. Увидимся через 5 лет. На твоей могиле. Ладно, куда нам теперь? Наверх, вниз. Тут все закрыто, как всегда, за деревьями. В этот раз за деревьями мы не можем попасть. Значит, там ничего нет. Справа на что? Ничего. Вообще ничего, да? Да. Это у нас секретный проход, да? Канализацию. Секретную канализацию. Ладно, друзья мутанты, я к вам загляну попозже. Сейчас у меня есть немножко другие дела. Например, отправиться дальше вниз. Хотя, скорее всего, тут тупик. Судостная остановка. Полиция мира демонов должна принести извинения за обвинения в бесчеловечности андроидов. Придать огню расистку детективу Адилию, которая отрицает свободу воли андроидов. Это незаконно устраивает несанкционированный протест. Все должны немедленно разойтись. Адилия, ты ничего не хочешь сказать, так как будешь стоять там, как идиотка? Что за? МК-2, ты? Думаю, тебе хорошо все видно свысока. Ты не особо заботилась обо мне, пока я работал твоим автоотечиком. Если ты делаешь это по личным причинам. Ха. Ты думаешь, я затаил злобу на такой простой организм, как ты? Я мечтаю, чтобы мир демонов был свободен от ненависти и дискриминации. Все собрались сейчас. Сжечь детективы Адилии. У полиции мира демонов должна извиниться. Ну так возьми коктейль молотовый, так кинь в нее. Больше кричишь. Так, ребятушки. Так, ребята, вы пока постойте там по это, протестуйте дальше. А я пока схожу и загляну к нашим зеленым друзьям. Надеюсь, они еще на месте. Так, вот тут где-то проход должен быть. Вот он он. Поднимаемся наверх и... Прекрасный прыжок. Великолепный. Надеюсь, ты повторишь его когда-нибудь. Ну а теперь возвращаемся ко входу в канализацию. Интитут андроида. Ладно, на поверхности. Канализацию вы что, забыли? Хватит меня бить. А-а-а, слушайте. Слушайте. А это не может быть проход на прошлый уровень. Вот как раз выход есть какой-то. Подожди, что там? Окей. Тут больше ничего. Да-да-да, вот выход. И это, получается, проход на прошлый уровень. Тут был очень долгий манулах о кошмарах и не кошмарах. Но я решил его тупо вырезать. Потому что он не интересен. Нет, возможно, он, конечно, и был бы интересен. Но к черту его. Ах ты же собака. Так, ладно, давайте посмотрим, что мне вообще нужно сделать. Первое и основное. Первое и основное, что мне нужно сделать, это... Ладно, в принципе, за мышью мы тоже можем нажимать кнопки, поэтому... Ну, почему бы нет. Хотя я уже накосячил. Сейчас он закроется, да? Пум-пум-пум. Скажу так, это чертовски неудобно сделано. Все. Ну и теперь нам нужно просто пожать эти кнопочки. И отодвинуть вот эту хренотень. Идеально. А теперь просто возвращаемся назад. Тут мы получили три звезды. Возвращаемся назад и доходим обратно до отделии. И, конечно, в итоге я, конечно, еще говорил, что есть некоторая похожесть на Detroit Become Human. Не суть. Но вы об этом не знали, потому что я повырезал все эти монологи. И в конечном итоге, блин, вы знаете, ну... 50 на 50. Оно вроде как похоже на то и на то. А в целом хрен его знает, что оно из себя представляет. Поэтому у нас остается всего лишь этот уровень, следующий уровень. А там мы уже и посмотрим, что же за отсылочка нас ждала. А пока что поднимаемся наверх. Покидаем наших земноводных друзей, которых там не было, к сожалению. И попадаем еще на одну стайку андроидов. 8 жетонов мира демонов, которые где-то не собраны, лежат и скучают, ожидают нас. И эти куда-то пропали. Блин, на секунду просто ушел и... Митинг так закончился резко. Ладно, видимо, они решили все свои проблемы и разошлись мирно. Конечно же, это не так. Следующий звонок от Вики. Что ты хочешь, привет? Королева Левит, это Вики. Я подумал, что вам может понадобиться Эрина, поэтому я ее притащила. Притащила? Ты привела Эрину? Да, секретарь Вики помогает королеве. Я отправлю вам локацию, встретись с Эдиной. О чем ты говоришь? Где Эрина? Алло, алло. Она повесила. Сучка. Я выкину ее из окна. Вики, что ты там делаешь? Ну, в принципе, все. Вот такой вот уровень, на такой вот ноте он заканчивается. Ну, скорее всего, просто, знаете, скопировали еще одного андроида Эрину и просто притащили ее туда. Сейчас мы пойдем туда, попадем в засаду. Потом придет настоящая Эрина, спасет нас всех. Ну, как спасет? Сделает вид, что спасет, потому что, как бы, спасать королеву, которая... Спасать королеву, которая мощнее тебя раз в двадцать, не знаю. Просто такая глупость. Ладно, на этом мы с вами обращаемся. Всем до встречи, всем пока. Через часик, может быть, через два, выйдет последняя серия. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...